И затем он назвал меня словом на букву «С». В бою будет момент, когда я окажусь в позиции сверху и буду бить его. Вообще, я, возможно, финиширую его гранд-энд-паундом. И я буду помнить об этом, разбивая ему лицо. Это забавно, когда ты хороший боец, другие бойцы начинают ненавидеть тебя просто без причины. Он, несомненно, сделал это делом личным. В одно мгновение. О, этот кэмп был потрясающим. Количество талантов на каждой тренировке было просто нереальным. Это и Гордон Райан, и Гейбл Стивенсон, и другие наши тренировочные партнеры. Наш зал всегда был полон людей, которые живут этим и которые очень сильны в своем ремесле. Вы, ребят, видите, как он работает? Не ходите к нему, если торопитесь. На это дерьмо уходит два, а иногда и целых три часа. Это сумасшествие. Мы просто прогуливались и увидели, что здесь делают туры на велосипедах, и такие, погнали, погнали, погнали. Так что теперь всей командой катаемся по Централ Парку. Я один раз уже был здесь, когда у меня был поединок. Я бился в Нью-Джерси, это недалеко отсюда. Так что можно сказать, я бился здесь. Это, кстати, был мой первый раз в Соединенных Штатах. Для меня все было в новинку, но я был сфокусирован на бое. Так что тогда город посетить мне не удалось. Но это очень классное место. Природа меня успокаивает, дает мне чувство умиротворения. Мне это очень нравится. Здорово подышать свежим воздухом, восстановить энергию и подготовиться к встрече с трудностями, с тем, что меня ждет. Так что для меня это способ расслабиться. Я очень люблю находиться в окружении природы, так что это очень важно. Дай-ка я тебе кое-что скажу. Черепашки-ниндзя ведь живут в канализации Нью-Йорка. Ты помнишь? Так что когда ты видишь, как дым идет из люка, это все потому, что они там. Я тебе серьезно говорю. Мы в аэропорту Ла Гвардия, только что прилетели. Заткнись. Готовимся к интервью. Бобби, никто не хочет тебя слушать. Привет, босс, у меня тут видео. Спасибо. Я коллекционирую все постеры, на которых расписывался, чтобы повесить их в своей новой академии. Думаю, это классно. Только вот у меня их и так уже очень много дома, так что на самом деле не знаю, что с ними делать, потому что их много, очень-очень много. Привет, брат, как ты? Рад тебя видеть. Я тоже рад тебя видеть. Эти шорты символизируют то, откуда я. Из фавел в мир. В этом есть я. Парень из фавел, который не делал ничего плохого, выиграл по жизни. Я просто верил мечту, шел к ней. Так что я очень счастлив. Вот и все. Майкл Чендлер, рад познакомиться с тобой лично. Взаимно, спасибо. Как чувствуешь себя физически и, что не менее важно, ментально? Потрясающе в обоих аспектах. Конечно, за эти два года ожидания, два года терпения были тяжелые моменты, но такой долгий перерыв для тела, для души, для духа. В общем, все теперь на новом уровне. Ты почти одолел его в первом раунде в Хьюстоне. Что нужно изменить, чтобы в этот раз одержать победу? Я почти выиграл, но он пережил мой штурм, я допустил серьезную ошибку, и он воспользовался этим. Он настоящий профессионал, чемпион, но мне нужно просто выйти и сделать свое дело, сделать все правильно. И я заряжен вновь выступить на Мэдисон-Сквер-Гарден и сорвать крышу с этой арены. Стиве, у тебя есть онли-фанс? Да. Крис, ты подписан? Нет. Не подписан, но... Разочарован, я разочарован. Там классное дерьмо, бро. Какой у тебя онли-фанс? Стиве Меочич. А как пишется? Ой, не знаю, дай-ка документы свои гляну, не помню. Есть ли что-то, что вас бесит друг в друге? Мне не нравится лишь то, что он живет в Нью-Йорке. Слушай, а мне кажется, что ты плохо отвечаешь на сообщения. Ты что, издеваешься? Лучше не начинай. Окей, ты поймал, поймал меня. Это правда, черт возьми. Я ужасно переписываюсь, это правда. Я Брэд Акамото, и со мной Стиве Меочич, который будет биться с Джоном Джонсом на UFC 309. Наконец, это состоится в Нью-Йорке и с возвращением. Да, я рад вернуться. Ты сказал, налетай, и ему, походу, это не понравилось. Да, судя по всему, нет, хотя он тоже нес всякую ерунду про меня. Тот факт, что это может быть твой последний бой с Джоном Джонсом в Нью-Йорке. Чувствуешь ли ты, что это может как-то повлиять на тебя, может, неделю боя, или когда ты будешь выходить на бой, будешь ли ты более эмоционален? Расскажу тебе после боя. Что ж, здорово. Надеюсь, ты насладишься всей неделей боя, и мы предвкушаем ваш поединок в Мэдисон-Скуэр-Гарден. Спасибо, брат. Тебе спасибо. Это первое место, которое я посетил, когда прилетел в Соединенные Штаты Америки. Когда Макако перебрался в США, он жил в Нью-Джерси, он повез меня сюда для поединка в промоушене Ring of Combat. Я тренировался здесь. И, конечно, вернуться сюда после стольких лет — это здорово. Находясь здесь, я вспоминаю все те события. Мы здесь долго тренировались. Сейчас все так же. Тогда мы тоже прилетели зимой, когда здесь было очень холодно. Я прилетел из Фавел, у меня ничего не было. Но я хотел добиться успеха в Соединенных Штатах, чтобы обеспечить своих родителей. И все началось именно здесь. Моя мечта родилась здесь. Черт возьми, так классно. Мы в МСГ на игре Нью-Йорк Рейнджерс. Так что будем смотреть хоккей. В 2016-м я соревновался здесь на борцовском турнире. Тогда я занял второе место, проиграл. Так что будет здорово реабилитироваться. И да, отыграться. Посмотрели крутую игру, встретились с кучей классных людей. И это еще сильнее зарядило меня на поединок в воскресенье. Так что сделаем это. Сегодня был отличный день. Мы прилетели, заселились в отель, сделали интенсивную 25-минутную тренировку на кардио. Мы не давали прям сильную нагрузку, но заставили его как следует продышаться и подвигаться. Он в феноменальной форме. Именно этого мы ожидали на данном этапе кэмпа. И он в очередной раз не подвел. Так что мы мчим на всей скорости. Мы готовы, неделя боя официально началась. Мы здесь. Спасибо, Джон. Очень ценю это. Спасибо. Мне только в удовольствии. Окей. До завтра, ребят. Погнали. Это точно твою кровь разгонит. Спасибо. Спасибо. До завтра.